Добрый вечер. Продолжаем наш урок по книге Мишлей. До этого мы говорили о трёх особенных типах людей, которым тяжело изучать Тору. Это то, что царь Соломон говорит. Адматай птаим тейвупети. Велейцим лацонхам дуляем укселим из наудат. Мы видим тут три типа людей, которым тяжело изучать мудрость. Первый тип людей это птаим. Люди, которые легко соблазняются. Люди, которым дорог весь материальный мир. Второй тип людей велейцим лацонхам дуляем. Лацон, лейцанут. Это желание просто так сидеть и болтать. Это желание к чему-то, что противоположное Торе. Торе, несмотря на насмешка. Но, как Вилинский Гаон говорит, что это не только именно надсмеиваться. Это всё, что противоположно Торе. Вообще разница между Торой и лейцанут. Почему это противоположные вещи можно определить тем, что... Как Масилаты Шарем Рамхаль в книге Масилаты Шарем говорит, что коль куло, вся Тора, она основывается именно на том, что человек обращает внимание. Симат лев. А лацон, лейцанут, насмешка, она всегда основывается наоборот. Я не обращаю внимания. Я не придаю какое-то определенное значение какой-то вещи. Поэтому лейцанут, оно является надсмешкой. Является противоположностью Торе. Почему же у человека есть такое большое желание к лейцануту? Просто поболтать, какие-то надсмеяться над другим. Это Вилинский Гаон объясняет, как мы уже видели, тем, что у каждого, у человека есть желание делать грехи. Сам грех, сам факт, что это грех, это уже приносит человеку удовольствие. Потому что сказано в Перке Авод, Митцва приводит митцву, а грех приводит грех. Поскольку есть, когда человек делает заповедь, на него Всевышний дает такой дух, который тянет его еще больше заповедей делать. И чем сильнее заповедь, которую он делает, тем больше это его приводит к этой заповеди. То же самое происходит и наоборот. Если человек делает какой-то грех, на него нападает этот дух, который ведет его больше и больше делать всевозможные грехи. И поэтому видим, есть у людей различных просто желание сделать что-то плохое, матом поругаться. В чем действительно, почему что-то плохое сказать? Настолько дает удовольствие человеку. Потому что это называется руахтума, в которой человек не может успокоиться, пока он еще и еще не обретет ее больше. И, как мы уже говорили, что отречься от этого, отступить от этого только возможно путем того, что человек начинает выполнять заповеди. И это ему дает совершенно другого типа наслаждения. Это второй тип людей. И третий тип людей – укселемисный удар. Да, ад – это сознание, но это еще и хибур. Это соединение. Ваеда, Адам и Тхава, он ее познал, он с ней соединился. Всегда, когда мы хотим познать какую-то вещь, мы как бы с ней соединяемся мысленно, по крайней мере. Человеку в изучении Торы, он, мудрость, он что-то может в себя впитывать. Он может пробовать понимать из одной вещи другую. Но да, связываться с вещью, точно ее познать – это тяжело. Поэтому Тора, поскольку она основывается именно на сознании, на том, что человек связал себя со словами Торы, и человеку тяжело это сделать, поэтому то, что человеку, то, с чем он должен связываться, то, что должно быть связано с ним, если он не согласен связаться с этим, это приводит к возникновению ненависти. И, как сказано, «Отстрани, сделай свои шаги важными, дорогими в доме товарища твоего, друга твоего, чтобы он не насытился тобой и возненавидел тебя». То есть мы видим, что слишком большая связь, когда я не готов к этой связи, она приводит к ненависти. Какое же решение этого? Чем же мы можем действительно решить эту проблему, чтобы связь была, но она не вызывала ненависть? На это можно ответить тем, что мы говорим на «Шева Брафот», одна из Брафот, она говорится «самеах тисамах раим агувим». «Обрадуй», мы обращаемся к Творцу, чтобы он обрадовал раим агувим друзей, имеется в виду хатан и калам, жених и невеста, которые агувим. Что же такое? Мы знаем, обычно есть раим, друзья. В чем же особенность раим агувим, друзья, которые любят друг друга? Рабхами Воложин приводит нам еще место, где упоминается ра-а-гув. Это тот человек, который изучает Тору Лишма, в перкиавод сказано «никра ра-а-а-гув». Многие читают, что это две вещи, ра-а-а-гу. Рабхами Воложин говорит, что это одна вещь, ра-а-а-гу, любимый друг. Говорит Рабхами Воложин, что обычно у обычного друга, ты не будь рядом с ним много времени, поскольку если он тебя тобой насытится он в конце концов захочет отдалиться от тебя но есть рейма гувим те которые любят друг друга те люди чем больше они находятся друг с другом тем больше они любят друг друга как это объяснить почему в чем заключается разница между людьми просто который называется им и те которые называются рейма гувим я думаю что ответ на этот вопрос заключается в том что и тащит когда я вкладываю себя какую-то вещь то эта вещь становится частью частью меня чем больше я чувствую что эта часть меня тем больше я чувствую что чем больше я люблю и если же я хочу получить от какой-то вещи только какое-то внешнее удовольствие то это я получаю только до того как я наполняюсь до того как я наполняю заполняю то что во мне не хватало то что мне не хватало когда это заканчивается какой-то друг мне приятно его видеть мне приятно с ним разговаривать но мне уже мне уже не нужен если он будет продолжать его ненавижу но если я строю свои отношения это моя жена я не просто дуба это мое это часть меня это моя половинка чем больше мы вместе тем больше любовь усиливается то же самое с торой если человек изучает тору лолишма не из-за самой торы он не хочет собой торы и быть связи он изучает из того чтобы он хочет чтобы все вставали перед ним он хочет выглядеть умным до того как он получает от тора то что ему нужно это хорошо уже слишком для него тора он уже это не любит он уже ее не любит ее как бы косухолила ненавидит но если он чувствует что тора это часть его это его половинка он в нее вкладывает то это совершенно уже по-другому все вещи выглядят и он уже начинает ее любить чем больше он вкладывать тем больше он ее любит мудрецы говорят что три вещи всевышний дал человеку дал евреям три подарка больших и все он дал посредством страданий мы об этом говорили это тора эрит из израиль улама баха из слов мудрецов на первый взгляд видно мы на первый взгляд слова мудрецов непонятно кажется что всевышний хочет дать нам подарки почему-то его хорошая его любезность его любовь к евреям кажется что она ограничена он не дает подарок до конца дает им путем страдания из этого кажется что хасвахалила и любовь к всевышнему времени настолько большая она ограничена но в действительности после того что мы сказали мы поймем что это наоборот если бы всевышний просто так нам дал подарок эрит из строя тору будущий мир то в конце концов мы бы могли подойти какой-то ступеньки то мы чувствуем все уже забрали все что нам не хватает особенно многие люди у них немного не хватает и на этом закончено все закончилось если мы знаем в книге малахим рассказывается рассказ про или ша который который пришел к женщине и у той не было достаточно достаточно вещами это достаточно еды пускал возьми вот там же у всех соседей твоих а также и сосуды какие-то пустые сосуды и после этого мы наполнил она просила у всех соседей и он наполнял наполнял потом говорится и заполнила последний сосуд на этом закончила упал увеличиваться масло у нас у вас он не участвовал когда она закончена спрашивается вопрос для чего пророк нам должен рассказывать и закончилась упал увеличиваться масло то есть его некуда было увеличить я слышал такой ответ если бы она действительно была сильна в вере она знала что будет сто процентов увеличиваться масло я думаю чтобы она пошла не знаю там и куда по всему городу по всей стране деньги заплатила сняла чтобы заполнить и она помогла миллионером миллиардер киста если все это заполнял потому сколько ей не хватало сколько в ней было не достали было недостаточно насколько его сильная вера была это столько заполнилась тебе достаточно это ты показал свою веру что в этом это ограничивается и кончила закончилась на том и масло увеличиваться в доме заполнилась что не было не ограниченных возможностей нет она она спросила она пошла попросить эти сосуды у соседей так вот и сказал так если бы она чем больше вера была тем она бы приложила больше усилия просить у других соседей попросить не знаю там более даль дальних людей она бы не ограничилась теми сосудами которые у них были может на в доме не могла поставить я не думаю что у нее настолько дом ограниченный был что некуда было поставить но если человек вкладывает во что-то и сурим страдания когда человек вкладывает приобрести что-то это становится частью его если это становится частью его то постоянно он будет уже когда будет изучать тору когда он будет связи чем больше ему будет может быть страдания верится срель тем больше связывается сервис рель это становится части его теперь царь саламон тут нам и рассказывает что происходит если человек не прислушивается голоса все вышнево и отстраница от истины мудрости ян карати в этом айну на тите яд воин макшив ватифраук мулацати витухахтилу овитэм гаммани бетхэм исхак и лак бево пахдахэм бево кишуа пахдахэм витхэм кисуа и айте бево альхэм цара витсука ази криануни вилу айны шехаруни вилу аймцауни дахат кисану дат поэтому что звал я но вы отказывались протягивал руку мою но не не было внимающего тут сказано на тите я помахивал рукой никто не было внимающего и ни во что не ставили вы мне мои советы то есть не обращали внимание на мои советы и не желали наставления моих я тоже над смеюсь над вашим над вашим несчастьем потешусь когда найдет вас на вас на на вас ужас когда найдет на вас ужас как гроза и придет на вас несчастье как вихрь когда постигнут вас беда и горе тогда будут они звать меня но я не отзовусь будут искать меня и не найдут меня зато что ненавидели они знания и не избрали для себя страха перед господом не хотели принять советы совета моего призрели и всякое наставление моё зато вкусят от плодов пути своего и насытятся злыми замыслами за мыслами за мыслами своими великий гаон говорит так когда я обращаюсь к человеку который уже начинает отходить от меня то прежде всего если он еще недалеко я его зовут поэтому это начинается потому что звал я но вы не отзывались человек продолжает отдаляться уже когда он далеко ему тяжело кричать что мы мы его машем рукой я махал рукой но не было внимающим после и когда мы говорим с человеком мы хотим мы видим что он идет не по правильной дороге каким образом мы ему выражает свое неудовольствие прежде всего стоит не говори что ты не прав а говорить какая правильная дорога как исправить сказать знаю что вот так и так надо делать но если мы продолжаем видеть что человек не оставляет неправильную дорогу только после этого мы ему говорим уже в чем его ошибка и это то что всевышний с нами так относится в начале он говорит совет совет это как надо делать но и ни во что не ставили бы советы и не желали наставления моих если это так то всевышний приводит на нас приведет на тех людей которые так будут три несчастья три категории которые относятся к трем категориям людей которые мы видели до этого я тоже подсмеюсь над вашим несчастьем потешусь когда найдет на вас ужас у каждого каждая беда в ней заключается две беды одна беда заключается в том что я боюсь самой беды то есть даже до того как она пришла человек ее боится это уже само само по себе беда дополнительная беда заключается в том что человек когда беда сама приходит человек находится в этой беде я тоже подсмеюсь над я тоже посмеюсь над вашим несчастьем потешусь когда найдет на вас гроза тут есть две вещи над смеюсь это те люди которые над смешники насчет относительно их говорится я подсмеюсь над вашим несчастьем потешусь когда на вас придет на вас гроза по отношению к второй категории когда найдет на вас ужас как гроза это те люди которые мид потеем которые соблазняются в чем секрет соблазна секрет соблазна это то что человек не дает не оставляет себе время задуматься он видит что-то внешнее что кажется приятное и идет за этим он бежит из-за леди своих это то что тут сказано в отношении к второй категории когда найдет на вас ужас как гроза и придет на ваше несчастье как вихрь когда постигнут вас беда и горе беда и горе цука ве цара цука это бифни в сердце человека и цара это снаружи это то что человек чувствует это относится к тем которые санудат которые ненавидят сознание они поскольку они ненавидят сознание в конце концов они сами с собой тоже не смогут тужиться мы видим что происходит с человеком который отбегается не слышит постоянным намеком всевышнего который зовет человека но вот бывает что человек действительно находится в такой темноте находится далеко от всевышнего что же делать я думаю что ханука которая вот только закончилась она говорит на трактует то что сказано в книге ты или на минация алла елата шаха весь этот мизмор царь давид сказал про истер и пропури а елита шаха а елита шаха это время которое когда начинают только лучи распространяться и конец ночи говорит гимара что точно точно так же как и елита шаха это конец ночи так и эстер это конец всех и чудес спрашивает гимара но ведь есть ханука говорит гимара что то что имеется ввиду конец всех чудес те чудеса которые даны были быть записаны хан пурим гилана сейсм гилат истер ханука у нас нету ничего нету книги в танахи которая говорила бы о ханку я сегодня слышал рабомыша шапира он сказал что это не гимара не имеет ввиду что хануку просто было время когда не было пророков и не было кому записать имеется ввиду что это совершенно два различных чудо это две различные категории есть категория чудес которая даны возможность быть записаны которые относятся к торе есть которые не даны за быть записаны в чем же разница между ними я думаю что если задуматься то есть мы увидим что интересно что все праздники они либо осенью либо весной когда есть какой-то какая-то какая-то перемена когда что-то начинается что-то происходит зимой у нас нету праздника кроме может быть истер пурим несмотря на то что это уже он близко близко начинается уже весна и поэтому это связано это конец ночи когда не просто конец ночи когда уже лучи начинают появляться это уже связано с утром ханука это середине ночи середина зимы когда ночи наиболее 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 темные наиболее широкие самые самые большие ночи именно в хануку в чем же разница мы если задумаемся мы увидим еще одну разницу между всеми праздниками и ханук все праздники чудеса были сделаны не нами все было с небес ханука во первых сама война кто ее вел начал именно евреи все еще не сказал выходите на войну евреи поняли и пошли на войну кто зажег ханукил не спустился огонь с небес мы зажгли и мы надеялись на них и это произошло не надеялись 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 да поскольку конечно же надеялись да она дошла 8 дней у нас не было ничего нет зажгли просто подумали что на один день так на один день что делать прогрелось я думаю что не надеялись в книгах сказано что да надеялись так или иначе мы не задумались ни о чем надо зажигать мы зажгли и произошел лес именно из-за наших действий выходит что разница между ханук и другими чудесами и другими праздниками то что другие праздники они были с небес они да возможно записать это не наши действия мы находимся в хануку евреи находились в темноте поэтому яван Греция называется говорят это Греция темнота интересно что это что хануку происходило во времена арабии а где они почему они не упоминаются потому что они сбежали они были в Египте почти всех мудрецов тут убили это было во времена это было во времена Еши именно поэтому христиане не хотят сказать что они говорят что Еши был 130 лет позже потому что если в то время евреи еще и победили то значит что у них была сията дешмая что у них была помощь с небес они хотят сказать что это гораздо позже было когда был разрушен это было страшные времена когда была полнейшая темнота что же делать но когда мы решаем с небес Всевышний отстраняется от нас да мы видим это как тут сказано это то что происходит но есть возможность когда мы зажигаем свечи когда мы начинаем приближаться ко Всевышнему то еще не все потеряны даже в самые темные ночи у нас есть надежда на свет спасибо спасибо